Девушки отдыхают Уже свыше тысячи дней, три года Крым находится в оккупации. Все началось 20 февраля 2014 года. Так, по крайней мере, гласит дата на медали за так называемое возвращение Крыма. 20 февраля Российская Федерация начала операцию по оккупации и последующей аннексии украинского полуострова Крым. Как это происходило на самом деле? Был ли так называемый референдум или мы имеем дело с банальным воровством территория? Кто на самом деле сопротивлялся этой оккупации? Почему это стало возможным? Что происходит сегодня на полуострове, а также каким образом Украина планирует вернуть контроль над своей территорией? Об этом мы будем говорить сегодня в проекте Янковского с нашими гостями в студии. Мы подготовили несколько сюжетов, а также ждем ваших звонков и ваше мнение. Вы можете их высказывать либо по телефону, по прямому телефону, это 044-500-36-93-79, вы его видите сейчас на своих экранах, либо можете ставить свои комментарии под прямой трансляцией нашей программе на канале Черноморской телерадиокомпании в YouTube. Ну а для начала давайте освежим память, потому что все-таки три года это приличный срок, многое могло и забыться. Итак, как же происходила оккупация и анексия украинского полуострова Крим? Аппаратное, покажите сюжет. Кілька тисяч кримчан, начи із Меджлісом Кримско-Татарського народу, вийшли до Верховної Ради Криму відстоювати існування автономії у складів України. Поруч прийшла акція російських націоналістів, які вимагали приєднання Криму до Росії. Того дня між опонентами відбулися зіткнення. Далі події розвиваються блискавично. За декілька годин після мітингу вночі невідомі озброєні люди захопили будівлі Ради Міністрів і Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Під їх охороною прийшла так звана сесія парламенту автономії, на який було відправлено у відставку уряд Криму на чолі з Анатолієм Могильовим. Новим главою Радміну проросійські налаштовані депутати призначили лідера партії «Русське єдінство» Сергія Аксьонова. Невизнаний Україною кримський самопризначений прем'єр закликав президента Росії Путіна забезпечити мир і спокій у Криму. На в'їзді на півострів з'явилися блокпости, які охороняли люди зі зброєю. Дорогами півострова вільно пересувалися російські візкові на автомобілях та бронетранспортерах. Цього дня з'явилися так звані «зелені чоловічки». Пізніше стало відомо, що то були російські військові. Саме вони захопили будівлю Сімферопольського аеропорту, а всі авіарейси було скасовано. Територія опинилася під контролем озброєних людей. Того ж дня під контролю російських військових перейшла державна телерадіокомпанія «Крим». Тоді так званий керівник півострова Сергій Аксьонов заявив журналістам, що в Києві нелегітимна влада, а тому Крим буде жити самостійно, але коштом Російської Федерації. Наступними днями ситуація на півострові продовжувала загострюватись. Йшло захоплення військових частин і аеродромів. Проукраїнські активісти намагалися підтримати українських військових, але це їм майже не вдавалося. Продовж першого тижня березня так звана незалежна кримська влада почала свою роботу. Було охвалено рішення щодо референдуму, який мав би вирішити подальшу долю буремного півострова. Спочатку Аксьонов і компанія хотіли провести його 25 травня, потім перенесли дату на 30 березня. Але оскільки українські військові не поспішали переходити на бік окупантів, в Кремлі вирішили, що маріонетки мають проводити волевиявлення народу під дулом автоматів вже 16 березня. У підсумку самопроголошена влада півострова заявила, що майже 97% кримчан на так званому референдумі підтримали ідею приєднання Криму до Росії. Блокування українських військових частин та кораблів продовжувалось. І вже через день після невизнаного світом референдуму президент Росії Володимир Путін підписує указ про приєднання Криму до Росії та фактично узаконює окупацію, а після вже і анексію півострова. Протягом березня блокування військових частин та українських кораблів продовжувалося. До останнього трималися феодосійські морські піхотинці та десантний корабель Константин Ольшанський. 24 березня російськими військами був захоплений і він. Менше ніж за місяць Росія отримала повний контроль над Кримом. Тоді ще мало хто припускав, що Крим – це всього лише перша глава в російсько-українському конфлікті. А тому окупанти навіть дозволили українській стороні забрати на материк озброєння, військову техніку та декілька кораблів. Слава Україні! Героїв слава! Ви дивитеся проєкт Янковського. Сьогодні у нас спеціальний випуск, який посвящений трьохліттю російсько-окупацію українського полуострова Криму. Ми будемо вспоминати і пытатися відповідати на питання, про що так відбувалося, про що була можлива ця оккупатися, просягла аннексія, як зараз живуть кримчане і які є піти для відбування з цієї ситуації, для відбування контролю України над своєю територією. Я представляю гостя в студії. Це Андрій Сенченко, руководитель общественного движення «Сила права». Здравствуйте, Андрій Миленович! А тогда, 26-го числа, я помню, ви були в Симферополі, як раз на этом мітингі перед зданием Верховного совета Крима. І ви виходили к людям, успокоїли людей после попытки собрать людей на це засідання, і мається вважаючи депутатів. І вже була така надежда, що все успокоїться і все буде добре. Ну, цей день був дуже насыщений, тому що, прилетів рано утром, я после цього посетив Совет Мінистрів Крима, був в расположенні кримського «Беркута» в Симферополі, і десь два часа спілкувався з личним составом. І, в принципі, ну, в общем, задавали понятні і логичні вопросы, але при цьому було видно, що в зале знаходились провокатори. І з числа бывших сотрудників «Беркута», так называємо, ветеранська організація, були все признаки того, що с ними вже работали російські спецслужби. После цього була встреча в Кримському територіальному командові внутренніх військ, і там теж такий обстоятельний розговор з командирами, достаточно широкий круг був. І после цього ми з Рефатом Чубаровим в зал Кримського парламента, коли була попытка провести сесію в отсутствие кворума і поменять кримське правительство. Незаконне з точки зрения Конституції Крима, яка є законом України. Ми тоді не дали це зробити, і потім вже в розвиті був митінг. І була ще у мене промежуточна встреча з Константиновим в його кабінеті. Там же в зданні Верховного світа Крима. Так, треба сказати, що він був, я б сказав, в невменяємому стані. Він напомінав Янаєва в рімені ГКЧП. Трясуючіся рухи, блуждаючий взгляд, безв'язна абсолютно річ. На любі мої аргументи він отвечав просто одній заученній фрази. У вас в Києві хунта, військовий переворот, Крим в опасності, ми тут самі будемо розбираться. Коли ви поняли, що річ йде не о якому-то, знаєте, захваті зданий людьми Аксенова і Константинова, а реально о російськом вторженні на полуостров? Ну, ви знаєте, симптоми того, що Крим може розігруватися во всіх цих, такі, грах, вони були ще, напомню, в 93-94 році, коли избирали Мешкова, коли в Крим комплектно заїхало московське правительство во главі з алкоголиком Соборовим. Вони недолго просуществували. Це ті, які їздили кожний день із Алуштой, Симферополь і обратно. Совершенно верно. Ну, таке було оккупанське правительство в стилі лайт. Зараз все було, звісно, намного жістче. Але були ще промежуточні попытки, я напомню, Тузла, ну і разного рода, такі, провокации. Тому для мене, як для крымчанина, коли 20 февраля почались события в Севастополі, і так називаються, вибори народного мэра на площади, а по моїй просьбі на площадь во время проведення цього митингу підшли там мої друзі севастопольці, які всю життя живуть, і так вони вістані ідентифіціювати, хто є хто. І по їх менію, там около половини були просто переодеті воєннослужащі Черноморського флота Російської Федерції просто по гражданці, нагнали масовку, і вот эта масовка избирала народного мэра Севастополя. Я вас щас перерву на секунду, у нас є просто телефонний звонок, добрий день. Добрый день, ми слушаємо вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Откуда звоните к нам? Алло. Ми слушаємо вас. Откуда звоните і говорите? Алло, да здравствуйте, я звоню із Западного України, мене звуть Дмитрий. Із Западного України мене звуть Дмитрий, вот. І мене дуже волнує, як би, зараз вопрос, як зараз наші українці хочуть повернути сам Крим. Просто вони, як би, коли вже Росія оккупувала Крим, просто большинство українців було за Росією. А тепер вони зараз кажуть, що вони хочуть повернутися в Україну. Скажіть, будь ласка, і могли б ви мене просто відповідати, яким образом сейчас українці хочуть просто повернути Крим? Понятно. Спасибо, Дмитриєвно. А вот, Андрій Володимирович, мені кажуть, тут даже две части вопроса. Человек позвонив і говорив, що все хотіли в Росію. Як було насправді? Насправді це результат просто російської массуванної пропаганди, яка освіщала ход так называємого референтуму. Насправді, яка, по моїм данному, а я крымчанин коренной, і я 10 років займався непосередньо політичній деятельності в Криму виборами, до того три срока работав вице-прем'єром, тому у мене є індикатори, по которому я можу судити. Так вот, на этот так называємий референтум прийшло чуть більше третє населення. 35-37% в разных районах по-разному. Понятно, що аномально високая явка була в Севастополі, дуже високая в Керчі, просто в силу определенной специфики. Но були сельські райони, де практически люди не пошли. І вот в середньому це где-то 35-37%. І далеко не все голосували за. При цьому надо понимати, що була достатньо массуванна обробка крымчан російськими средствами пропаганди, які утверджали, що насправді в Києві воєнний переворот, якась хунта, тут вже ешелони з бандерівцями їдуть розправляться з крымчанами. Тобто був определенний психоз. Але хочу сказати, що даже среди тих, хто пошел і голосував, сьогодні многие вже пересмотрели свої взгляди на те события, на происходящее сегодня в Крому, і совершенно несчастливі, от того, що там відбувається. Ну і є яркі примери, той же самий, например, Олег Зубков, який в открытую підтримував... Олег Зубков, кого він тільки в житті не підтримував. Це просто яркий пример того, що не треба намагатися вмешати бізнес в політичній діяльність, не має якихось твірдих убеждень, такі, пітається изображати з себе політика, депутата і так далі. Ну вот наш собеседник задав второй вопрос, а як возвращати? І, звісно ж, цей вопрос ми повинні адресувати не тим нашим загражданам, які сьогодні в волі судьбі оказались в оккупції, цей вопрос ми повинні адресувати українській власть. І в цьому смыслі, к большому сожалению, делається намного менше, чем можливо було б зробити. Тому що, безусловно, вважати Крим потрібно не військовим путем, вважати Крим потрібно не якими-то, знаєте, надеждами на восстання крымчан, вважати Крим потрібно массованним, в першу чергу, економічним, юридичним і дипломатичним давлением на государство-агресор, на то государство, которое оккупувало Кримський полуостров. І то, що нам в своє время удалось провести такое решення, і остановлена була подача води по Северокрымскому каналу, ми понимали, що, да, к сожалению, це в определеній степені осложнить жизнь многим крымчанам, але ми все-таки надеємся на те, що ці люди понимають, що це сделано для того, щоб, в першу чергу, для того, щоб оказати економічне давлення на Российську Федературу, щоб быстрей весь цей кошмар прекратився. Андрій Володимирович, вот такой вопрос. Ще, якщо, возвращаясь к истории, февраль-март 2014 года, была ли тогда коммуникация у высшого, ну, временного тогда руководства страны с руководством Российской Федерации? Ну, вот, условно, мог кто-то там, Турчинов, например, как исполняющий обязанності президента, поднять трубку, позвонить Путину и спросить, что вы себе позволяете? Вот, знаете, надо понять, вот для того, чтобы корректно отвечать на этот вопрос, нужно просто себе вот так по дням нарисовать шкалу, да, что происходило в Киеве и в Крыму вот в каждой из этих дней. Я напомню, 20 февраля, когда практически началась российская агрессия против Украины с действий в Севастополе, этот факт, кстати, зафиксированный, дата зафиксирована украинским законодательством, 20 февраля. 20 февраля президентом Украины был Янукович, а тот же Турчинов был просто депутатом, и он был на Майдане. 21-22, это все дни, когда шла здесь война Януковича и его банды против украинского народа. И была стрельба, и гибли люди. Вот 22-го числа сбежал Янукович, и образовался вообще вакуум власти. 23-го, да, у нас там появился исполняющий обязанности президента. И на самом деле было несколько дней, когда можно было сменить гражданскую власть в Крыму, сменить Могилёва, убрать Константинова, сформировать новое правительство. И это, ну скажем, может быть, это не избавило бы Крым от каких-то сложностей, но, по крайней мере, вот этот развязанный сценарий, по которому действовал Кремль, был бы уже невозможен. Вот эта попытка, так сказать, выдать, по сути дела, военную оккупацию за некий добровольный переход Крыма, так сказать, в состав Российской Федерации, был бы невозможен. Этот момент был упущен, но надо при этом признать, что в этот момент времени, да, был исполняющий обязанности президента, был парламент в очень сложном состоянии, потому что большинство-то там было Януковича, при этом, да, они были абсолютно деморализованы, но их было большинство. Не было правительства, потому что сбежали все министры, заместители министров, вслед за Януковичем, понимая, что им будут предъявлены счета за разграбление страны. Не было там министра обороны, министра внутренних дел, руководителя службы безопасности, ну, по сути, вот так. И, конечно, Путин очень подло воспользовался в этот момент вот этим вакуумом власти в Украине. Но, к сожалению, вот эти три дня, когда еще можно было какие-то решения предпринять, до 26-го включительно, они были упущены. То есть после 26-го числа уже ничего сделать было нельзя? После 26-го, я думаю, что еще, наверное, два дня, возможно, были какие-то действия, не связанные со стрельбой, но действия нашей армии. То есть что я имею в виду? Можно было, это обсуждалось, я тоже, так сказать, предлагал эти меры, там, перекрытие дороги между Севастополем, Симферополем и Керчью, и там, Симферополем. Можно было вывести военную технику, не знаю, просто больше грузные машины на там взлетно-посадочные полосы основных аэродромов Гвардейская, Бельбек, аэропорта Симферополь и так далее, с тем, чтобы сбить темп этого нашествия. Почему не было сделано? Можно было заблокировать Керченскую переправу. Ну, причин много, наверное, не до конца, скажем, обладали информацией для принятия все-таки решений, раз. Второе, было массированное давление публики типа Штаймайера, который потом проявился, и сегодня этот персонаж понятен для многих украинцев, как просто стоящий на пророссийских позициях. А тогда, будучи министром иностранных дел Германии, он там всячески, так сказать, в компании его коллег говорил, вы только-только вот не вздумайте сопротивляться, мы все отрегулируем, все будет нормально и так далее. И, конечно, очень много здесь было вызовов, потому что, еще раз повторю, нужно было обеспечивать жизнедеятельность страны. Это надо, чтобы скорые выезжали по вызову, чтобы общественный порядок охранялся, не знаю, пожарная служба работала, и так далее, и так далее. Масса других вещей, которые были брошены, или пенсии выплачивались, это все было брошено, не было правительства. Понятно. Андрей Владимирович, давайте мы послушаем, мы задали вопрос киевлянам, да, вот как они думают, почему России удалось захватить Крым, и это на самом деле интересно. Давайте посмотрим. Мы за него не сопротивлялись, понимаете? А потом, когда поняли, что отдали, было уже поздно. Как говорит партия и правительство, в это время нам было не до Крыма, потому что у нас тут революция шла. И поэтому вот получилось так с Крымом. Знаю, не ответственность нашей стране. Напевне, влада наша не контролювала на тот час якусь дію, не поддерживали, тем более шесть людей перейшли на их сторону. Это политическая война. Ну, то есть, я думаю, что, если украинская держава, влада не допустила этого, то ничего не было. Это политично. Они, можно сказать, отдали или продали, не знаю, так, детали, но это политическая война, это, ну, как это объяснить? Крым, отдыхать хотят? Зеленые человечки. Зеленые человечки. Ну, последовательность была. Пришлось зеленые человечки, захопили деякие административные точки, а потом перекрили кордон. Все. Ну, то есть, тут нет никаких гарантий того, что Крым – Россия, и нет никаких гарантий того, что Крым – Украина. Крым остался отрезанным от России и от Украины. Потому что наши сдали Крым. Месяц же никаких приказов, ничего. Там было 22 тысячи наших войск. Сдали. Они не сопротивлялись, ничего. Думаю, что это ошибка Украины протягом 25 лет. Не была подготовлена громадская думка, вихование. Они все были, там, в принципе, все было створено для того, чтобы они смотрели только на Москву. Не знаю, мне кажется, это уже давно было сплановано, как бы завчасно рассчитывалось, и все ишло до того. Еще, может, и в 1992 году это так было закладено, еще с нашими первыми президентами, и до этого дошло. Это же не могло вот так, раз, и нет Крыма. Но это просто мнение людей, на самом деле они показательные. Если вот я со многими людьми разговариваю, и большинство говорит, что вот сдали Крым. Была ли действительно, вот можно ли так говорить, что сдали Крым? Александр, вот я со многими, кто высказывался, согласен с кем-то полностью, с кем-то частично. На самом деле, эта сдача, она проходила в течение 25 лет. Почему? Потому что, вот было соглашение о базировании Черноморского флота Российской Федерации. Это соглашение с первого дня нарушалось Российской Федерации. Потому что оно предусматривает согласование каждого выезда военной колонны, каждого пролета самолета, каждого входа-выхода военного корабля и так далее. Они просто игнорировали эти пункты. А Украина с этим соглашалась. Во времена Кучма она с этим соглашалась, во времена Ющенко она с этим соглашалась. Это была в определенном смысле вседозволенность. Работали активно российские спецслужбы. Финансировались активно пророссийского толка различные организации, которые, ну, совершенно очевидно, финансировались отнюдь не для культурных каких-то проектов. Это были, так сказать, консервы, которые там во времена избрания Мешкова они, так сказать, были использованы, потом опять законсервированы, потом в трудную минуту они опять-таки, так сказать... Многие люди спрашивают, а куда тогда смотрела СБУ? И так далее. Так вот, а куда смотрела СБУ? Значит, вот смотрите, ну, я в процентах, может, ошибусь, но процентов 80 сотрудников службы безопасности Украины в Крыму и Севастополе предали свою страну и пошли служить оккупантам. А почему это произошло? 1600 человек, вот если в абсолютных цифрах, в крымском главке. Это произошло, потому что принцип комплектования этих людей был специфический. И задачи, под которые в течение четырех лет эти люди выращивались, они ведь служили не защите Конституции и закона, а они одну задачу выполняли, защиту Януковича и его окружения от гнева народа. Вот эту задачу, да. И поэтому для этой публики, так сказать, кому в этом случае служить, как наемникам, ну сбежал Янукович, ну послужим Путину и так далее. То есть это, большинство из этих людей были завезены с Донбасса. Я ничего не хочу сказать плохого о Донбассе, но на Донбассе, когда контролировала партия регионов Донбасс, то они занимались селекцией в этих так называемых правоохранительных структурах, и они все были на цели. Совершенно верно. Они их просто переместили в Крым, а те предали. Анат Иванович, ты еще, наверное, в завершении нашей беседы такой вопрос. Украина застрахована на сегодняшний день от повторения крымских событий в любой другой области. Вот прошел тот уже критический момент. Нет, он абсолютно не прошел. И проблема заключается в том, что, по сути дела, сегодняшняя власть, возглавляемая Порошенко, она, ну вот я пытаюсь для себя найти какие-то признаки или какие-то отличительные черты, которые отличали бы их от Януковича с компанией. И каждый день этих отличий все меньше, меньше и меньше. Потому что приоритеты в голове у Порошенко те же самые. Это деньги. Он точно так же, как Янукович рассматривает страну как свою собственность, его окружение, на это смотрит так же. Но это одна сторона вопроса. Но изменилось украинское общество. И, может, у кого-то создаются иллюзии, что вот люди все это проглатывают, они точно не проглатывают. Я думаю, что вот этот парламент, ну, последние уже, может быть, если не дни, то недели месяца доживает, так сказать, и дальше будут досрочные выборы. Я думаю, что с высокой степенью вероятности Украину ждут досрочные президентские выборы. И в этом ничего страшного. Мне кажется, что в нашей стране ближайшие лет 10 нужно выборы проводить в два раза чаще. Нужно заниматься селекцией в политическом классе. И тогда мы наведем порядок здесь, внутри страны. И тогда у нас хватит и силы, и воли для того, чтобы вернуть оккупированные территории. Спасибо. Андрей Сенченко был с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон»